О том, что проезд в общественном транспорте только в масках, водители объявляют на каждой остановке. Твердят об этом и кондукторы, а также дружинники, которые приходят им на помощь. Контроль за соблюдением масочного режима ужесточен. По решению штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией введена новая мера. Если в автобусе находится хотя бы один пассажир без маски, общественный транспорт с места не тронется. Большинство пассажиров к ситуации относятся с пониманием, но есть и те, кто провоцирует конфликтные ситуации. Вы что, кайфующий сын? Иди отсюда! Как тебя зовут вообще? Мы сейчас стоим и тормозим, как вы говорите, потому что у нас часть людей не хотят надевать маски, не покидают салон. Да, одену я вот в кармане маски. За нарушение масочного режима предусмотрена административная ответственность и штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Если пассажиры отказываются соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и идут на конфликт, составляются протоколы. В этот раз девушке, забывшей маску, улыбнулась удача. Девушка без маски. Сейчас все слышали. Покидайте салон, либо надевайте маску. Если у тебя сегодня нет маски, значит покидайте салон. Спасибо. Это вам маска. Александр Макаров говорит, у него всегда с собой упаковка с масками. Он меняет их каждые два часа. Поэтому сегодня и смог выручить девушку. Говорит, масочный режим нужно соблюдать, чтобы было меньше заболевших коронавирусом. К тому же она может защитить и от сезонных заболеваний. Все люди. Почему не поделиться? Если у меня есть маска, а у другого человека нет, почему не поделиться? Число заболевших COVID-19 в регионе снова неуклонно растет. Поэтому меры по контролю за соблюдением масочного режима вновь усилили. В общественном транспорте и торговых центрах увеличили число рейдов. У нас должна быть однозначная нетерпимость. Вот я зашел в автобус, я уже в маске. Я не внутри ее надеваю, а уже на остановке подготовленной к ней стою. И водители, кондукторы, весь персонал перевозчиков ориентированы на то, что пассажир должен быть именно в маске. Стараемся, чтобы, естественно, это никак не повлияло на интервалы, потому что все-таки у нас все по графику, скажем так. Но из опыта видно, что пассажиры непримиримо относятся к тем, кто не применяет маски. Он выходит просто либо надевает ее. В основном все пассажиры, у всех пассажиров есть маски. Просто не все их надевают. Сотрудники транспортных предприятий обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Также ведется вакцинация от гриппа. Запасы средств индивидуальной защиты ежедневно пополняются. Перед выходом на линии трамваи и автобусы дезинфицируют специальным раствором. Рейды, которые организуют департаменты транспорта и общественной безопасности, при поддержке полиции и народных дружинников проводят во всех видах общественного транспорта, включая коммерческий. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События.